Оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Мавлязов, Мухтар Каблуч, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время для нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете прошедшие выборы и вообще можете ли вы их назвать выборами, например? Ну, я свое частное мнение изложу. Единственное, прежде я хотел бы сказать, что такая организация, как ОБСЕ, очень взвешенная и осторожная, сегодня опубликовала свой отчет в котором, ну, по сути дела, разгромила так называемые выборы и очень спешно Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление, что это неправильное заявление со стороны ОБСЕ и так далее. Я скажу, что в моей практике это, наверное, ну, по сути, это второй случай, был первый в 2019 году, когда были выборы досрочные, но тогда были хоть какие-то, ну, подставные кандидаты, но в этот раз ОБСЕ сделал разгромный отчет. Разгромный отчет по вообще выборам, можно ли эти выборы считать выборами и так далее. То есть это хоть дипломатический язык, но достаточно прочитать, чтобы осознать, что это были разгромные фразы со стороны ОБСЕ, что не характерно для них. Ну и самое главное, вы правильный вопрос задали, выборы это или нет, но представьте себе, что я, честно говоря, не знаю ни одной страны мира, чтобы кандидат не мог сам выдвинуться на позицию президента. Я думаю, что Казахстан единственная страна в мире, которая запрещает частному человеку выдвинуться, самовыдвинуться на позицию президента. В Казахстане можно выдвинуться президентом только тогда, если ты проработал пять лет государственным служащим, первое. Второе, тебя может выдвинуть только общественная организация, у которой должно быть по стране минимум девять филиалов. А у нас сейчас 17 областей, то есть более половины. Ну и понятно, что такие организации, они находятся все под контролем власти. Ну и известное еще требование, что необходимо в Казахстане прожить непрерывно не менее 15 лет. И вот раз так, то получается, конституция же, ну базовый принцип, все граждане равны перед законом. И у тебя есть право избираться и быть избранным. Здесь получается, ты избирать как бы можешь, а избранным не можешь. То есть нарушается базовый принцип собственной самой конституции, а государственных служащих, которые проработали непрерывно пять лет и еще способны выдвинуться, ну вы понимаете, это меньше одного процента населения. Поэтому даже из этого исходя, эти выборы были незаконные, противоречия конституции. И не говоря о том, что они были досрочные. И, конечно же, всем этим действием, таким мошенническим, была такая дана оценка со стороны ОБСЕ. Да, дипломатический язык, но очень четко написано. Эти выборы были невыборами, если четко говорить. И никто не был допущен. Почему все кандидаты, которые, кстати, никто не знал. И там вот такой есть момент, что нужно набрать один процент голосов от всех избирателей. Избирателей приблизительно 12 миллионов. То есть человек, кандидат, которого никто не знает, как ОБСЕ написало, в течение трех-восьми дней кандидат должен набрать почти 120 тысяч подписей в поддержку, ну, подписные листы. Ну, представьте себе, что в нашем законодательстве, в таком модернизированном, запрещено заниматься рекламой. Ты это можешь сделать только тогда, когда тебя зарегистрируют. Когда тебя зарегистрируют, у тебя остается 3-8 дней, чтобы собрать 120 тысяч голосов. Ты не имеешь права до этого разворачивать офисы, ты не имеешь права давать рекламу. То есть получается, за 3-8 дней тебе нужно чудесным образом две трети регионов страны создать офисы за 3-8 дней, передать подписные листы своим доверенным лицам, и за 3-8 дней огромные очереди должны по 10-15 тысяч каким-то образом догадаться, прийти в эти офисы и подписать подписные листы. Поэтому все эти кандидаты, которых никто не знал, никогда бы не собрали эти 120 тысяч голосов. И они все придуманы искусственные подписи, эти выборы не югидитимны. Как вы думаете, я прошу прощения, что перебиваю, как вы думаете, поэтому на втором месте кандидат против всех? Потому что это просто рядом с Такаевым было пятеро, по-моему, никому неизвестных людей, и графа против всех, и никаких других вариантов? Кстати, впервые в этот раз внесли строчку против всех, ранее не было, и люди ранее просто не шли на выборы. Понятно, что существует какой-то процент людей, которые должны были выразить свой протест, поэтому они проголосовали против всех. Ну и сама власть накидала, им нужно было создать иллюзию о том, что более 50% имеющих право голосовать пришли, и выборы, соответственно, легитимные. Поэтому, конечно же, эти 5% действительно кто-то приходил, против голосовал, ну и власть сама накидала, безусловно. Наша практика показывает все замеры, что население приходит на выборы не более 15%. Поэтому, когда власть говорит, что пришли на выборы более 70%, по-моему, сказали, это все обман. Это тотальная фальсификация. Скажите, пожалуйста, вот еще, просто когда Такаев, значит, после вот этого мятежа объявил о том, что будут реформы, да, конституционные реформы, он пару раз конституцию там менял, и то, что он, единственный срок у него теперь будет, и многие восприняли это как такого, знаете, просвещенного монарха, что ли, и человека, который вот поведет людей к изменениям, поведет страну к изменениям, можно ли на такое рассчитывать? Знаете, я смотрел ваши, в том числе, репортажи, и, откровенно скажу, очень иронично слушал выступления ваших экспертов. Никакого мятежа не было, это была народная революция. Если просто проанализировать предыдущие такие выступления, они были стандартными. Когда в 86-м году еще Советский Союз был, тогда объявили, что это наркоманы и все прочие устроили беспорядки. В 2011-м году, в декабре, тоже в День независимости, в Жанозене, расстреливали людей, тоже сказали, наркоманы, бандиты и так далее. Здесь масштаб был, в 80 населенных пунктах страны вышло несколько сот тысяч человек, то же самое, заранее спецслужбы подготовились и тоже сказали, что это был мятеж, а главу спецслужб просто слили, потому что не могли найти 20 тысяч террористов, кто-то должен был это профукать. Значит, нужно было объявить главу Комитета национальной безопасности, который контролировал в том числе пограничные службы. Поэтому эти иностранные террористы не найдены, страна, откуда они пришли, не найдены, и они просто пытали мирных протестантов. Это первое, насчет мятежа. А второе, никакие реформы этот человек не может сделать, потому что, ну я говорю как человек, не просто эксперт теоретически, а человек, который работал вместе с ним в одном провестие, с Украем лично, с ним были многочисленные поездки, и та фраза, которая сейчас тортальна по всему Казахстану, кстати, и во Франции, в средствах массовой информации, его называют мебелью. Это не откорбительно, это человек, который поставил на одно место, он и стоит. Никто не удивляется, что в России произошли перемены. Когда Медведев занял позицию президента, а примером стал Путин, потом они поменялись местами. В Казахстане была идентичная ситуация. И это был просто номинал, мебель, которую поставил Назарбаев. И они продолжают оставаться в одной лодке. И если у вас какие-то сомнения, вы посмотрите, кто контролирует банки в стране, 90% Назарбаев, кто контролирует нефтегазовый центр, промышленность, медь, металл, золото и так далее, Назарбаев. Ничего не поменялось. Они сейчас просто для вида сдавали позицию. Назарбаев после того, как масса выступлений были, сразу прикинулся, буквально через три недели, 17 января заявляет, так я пенсионер, ну что вы, я тут такой несчастный. А 16 декабря 2021 года он Оливеру Стоуну дает интервью, этот фильм тиражует по всей стране. Он говорит, ну да, я участвую, я руковожу Советом безопасности, нужно исходить из полезности. Я же полезный человек, понимаете? Когда вот сотни тысяч вышли, он испугался и пополз назад. Поэтому те реформы, о которых говорит Акаев, их легко проанализировать. В январе он говорит, никаких изменений в Конституцию не будет. В июне, 5 июня он проводит референдум, заявляя, что теперь все поправки будут согласовываться с народом. Но 1 сентября он уже заявляет о досрочных выборах. Он вносит поправки к Конституции. Уже референдум почему-то не нужен. Хотя он буквально несколько месяцев назад говорил, что мы будем советоваться с народом. Он говорил о том, что политические партии примут законы, уменьшат требования. Партия Алла Казахстана 7 раз подала, 7 раз была отказана. 7 раз. Все реформы, которые он заявляет, он не исполнил. Расследование международное по жертвам репрессий не сделал. Он провел амнистию для силовиков, которые пытали людей, убивали, их амнистировал и не наказал тех людей, которые расстреляли тысячи людей. Не 238, а тысячи. Понимаете? Поэтому этот человек, он не может сделать реформы, потому что он часть этой системы. Он прикрывает Назарбаева, он прикрывает его активы. Они играют в кино, как в свое время Медведев с Путиным играли. И, к сожалению, многие из вас, в том числе ваше издание или средство массовой информации, ошибалось, когда он заявлял, что ДНР, ЛНР, якобы мы не признаем, Казахстан является такой же страной, как и Россия, диктаторская. Все диктаторы между собой объединяются. Северная Корея, Россия, Казахстан. Казахстан член ОДКБ. Россия сблизилась с Ираном, покупает дроны. Они долбят ракетами и этими дронами Украину. И в том числе Украина. Они, руководствуясь линией, что якобы Путин остался один, сами себя вводили в заблуждение, при этом прекрасно знают, что Казахстан помогает Путину. Сбербанк России в Казахстане куплен на государственную компанию. Более миллиарда долларов заплачено. Альфа-банк тоже. Сейчас украинская разведка впервые сделала публичное заявление в газете «Ля Република», что Казахстан помогает поставлять комплектующие для изготовления ракет, которыми бомбит Россия Украину, управляемых снарядов, в 200-300 раз увеличился экспорт товаров, таких, которые Казахстан не производит, из Казахстана в России, в том числе и в Узбекистан. То есть Казахстан – союзник Путина. Союзник Путина не может проводить никакие демократические реформы. Это такой же бандитский режим. Это просто задняя дверь. Задняя дверь для Путина для обхода санкций. Он такой же вассал, как Лукашенко. Просто у него другая роль. Вот и всё. Спасибо вам большое. Спасибо, Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Спасибо большое. Мы ещё успеем немножечко... «Демократический выбор Казахстана».